Всем привет! Я Наташа Гриценко. Я Марина Бородина. И мы приглашаем вас на курс практику «Цветы и птицы», которая пройдет онлайн со 2 по 13 мая. Это довольно новый для нас формат, и сегодня мы расскажем, как проходит курс практика, чем она отличается от обычных наших курсов и в чем ее прелесть. А сразу скажем, что самые решительные могут не смотреть это видео, потому что первое занятие практики будет открытым. 2 мая мы просто выложим ссылку на Zoom в телеграм-канал «Безмятежное рисование», и все, кто хочет, сможет зайти по этой ссылке, попробовать практику в действии и решить, остаться с нами на следующие две недели или нет. Какие задачи решает практика и откуда вообще появился этот формат? Почему мы решили его сделать? Ну, если совсем просто, то ситуация описывается так. Сил нет и рисовать хочется. Марин, расскажете? Да, мы таким образом предложили и объединились в группу, и мы испытывали сами потребность такую, и наши студенты тоже, и мы объединились в группу, в которой мы можем рисовать регулярно, в лучшем виде ежедневно, а кто не может ежедневно, тот просто регулярно, поддерживать друг друга, встречаясь в Zoom, поддерживать друг друга, переписываясь в телеграм-канале и организовывая свою работу конкретной темой. То есть мы задаем учебную тему, мы задаем референсы или вопросы, которые стоит обдумать между Zoom, и каждый участник остается с этими домашками на пару дней. Потом опять Zoom, следующая задача, и это поддерживает и участников, и нас самих, потому что рисовать вместе, конечно, интереснее. Я бы хотела добавить, вы, Марина, сейчас сказали, что мы задаем какую-то учебную тему, я бы заменила слово учебное на слово исследовательское, потому что чем отличается курс практика от, собственно, курса? Практика, по ощущениям, более легкая, более разнообразная, вариативная. Во-первых, на практике нет какой-то прям теории, такого базиса, подборки примеров для анализа и всей вот этой штуки, которая обычно сопровождает курсы. Нет никаких объемных заданий на неделю, и самое главное, нет ожидаемого результата, потому что, когда мы идем на учебный курс, обычно бывает как, что вот мы хотим чему-то научиться, вот у нас есть цель, преподаватель выстраивает такой образовательный трек, упражнения, шаги для достижения этой цели, и дальше мы должны как следует хорошенько потрудиться и поработать, чтобы к этой цели прийти, попотеть и расстроиться, если мы до этой цели не дошли, потому что есть же ожидаемый результат. А практика все эти ожидания снижает, потому что, ну, что мы делаем? Мы просто собрались порисовать. Какие там супер-ожидания? Никакие. Цель – порисовать вместе, порисовать регулярные, это очень первое. Да, да, совершенно верно. И поэтому вот именно этим моментом, большей легкостью, что ли, и меньшим грузом обязательств, и отсутствием такого объема информации для освоения, практика от курса отличается, потому что иногда как? Ну, порисовать в группе хочется, и как мы обычно думаем? Мы думаем, о, классно, пойду-ка я на занятия, потому что где я могу порисовать в группе? Ну, в группе, да, где-то в учебной группе, на каком-то курсе, получить вот эту вот поддержку, внимание преподавателя и обменяться опытом с коллегами. Но может оказаться, что сил на занятия в группе у меня просто нет, потому что, да, группа предполагает, такие учебные занятия предполагают программу, там определенное количество времени в неделю, чтобы достичь ожидаемого результата, а практика менее ответственна, что ли. То есть практика – это просто некое намеренное действие, и мы можем уделять практике всего 5 минут в день или 10 минут в день, и все равно это будет та самая практика, это будет та самая польза. И с чего мы, собственно говоря, начали? С того, что этот формат появился, когда мы поняли, что часто у людей просто не хватает сил на прохождение учебных курсов, ну там зима, ноябрь, завал на работе, много других обязательств, просто стрессы, какая-то сложная жизненная ситуация, но тем не менее рисовать в группе хочется, а курс не вывозишь. Ну и поэтому мы сделали практику. И тут закономерно возникает следующий вопрос. А если это все такое вот легкое и необязательное, можно ли на практике, на курсе практики чему-то научиться? Или это так, просто для развлечения? Что скажете, Марина? Поскольку практика – это, в первую очередь, практика, чего нам, в общем, всем не хватает, особенно тем, кто любит учиться. То есть освоение нового загружает нас задачами, но потом с этими задачами надо как-то пожить. И хочется, с одной стороны, структуры, а с другой стороны, чтобы никто не приставал с указаниями, а просто попрактиковаться. И поэтому, по идее, каждый приходит на практику, на ежедневное рисование, на безмятежное рисование со своей целью. Мы ставим основной целью спокойствие, равновешенность, безмятежность и удовольствие, в первую очередь. В вторую очередь – регулярность. А в третью каждый может поставить себе любую практическую задачу. Можно следовать нашим темам и что-то осваивать, потому что мы существуем не в вакууме, тема все равно предлагается, чтобы было не скучно, референс, чтобы группе можно было вместе что-то обсуждать. Тема всегда есть. Но при этом можно с этой группой делать свое и показывать свое, и идти в разрез с тем, что делают все остальные. И это только добавляет интерес. Поэтому в той мере, в какой участник ставит себе задачу, в той мере он ее и достигает. И в конечном счете группа еще нужна для того, чтобы поделиться, спросить. А вот у меня такая задача, а вот у меня такая незадача. А что вы делаете в такой ситуации? И получить обратную связь, получить опыт окружающих и плечо друга в виде поддержки. То есть в конечном счете у каждого цель есть. Мы редко, когда действуем прям совсем без цели. Даже если цель умолчать, даже если цель ничего не делать, даже если цель рисовать, если захочется, если не захочется, не рисовать. У нас же есть участники, которые просто приходят посмотреть, как рисуют другие. И все. И ждут не с нетерпением, не с нажимом, а просто спокойно ждут, когда у них что-нибудь возникнет, какое-то желание. А есть участники, которые делают все совсем не так, как делает группа. И совсем не в ту тему, которую делает группа, и делятся с нами своими прекрасными работами. А мы радуемся. Да, я смеюсь, потому что у нас обычно Марина возглавляет команду, которая работает по темам и ведет эту команду и рисует вместе со всеми. А я тоже рисую вместе со всеми. Обычно я возглавляю команду отщепенцев. И пока там все выполняют задания практики, я колупаюсь со своей вышивкой. И обычно ко мне присоединяются еще пара-труйка человек делать свои личные какие-то проекты в группе. Потому что необходимость выйти в какое-то определенное время на связь, возможность показать и получить поддержку, взгляд со стороны, и просто человеческое внимание к своей работе, это все очень бодрит. И вот как раз из этих положительных эмоций, из них, на наш взгляд, и формируется привычка к ежедневному рисованию. Потому что когда нам что-то нравится, нам не надо себя мотивировать, нам не надо себя как-то убеждать, заставлять говорить, берись тряпка. Мы просто радостно бежим это делать. Мы радостно бежим есть мороженое на солнышке, потому что нам очень нравится и это заставляет нам массу радости. И именно поэтому мы делаем акцент на то, чтобы в первую очередь нам было в кайф. Потому что дальше из этой эмоции рисовать в кайф, все хорошо, из этой эмоции раскруется и ежедневная практика, и исследовательские интересы, и прочее, именно это лежит в базе. Так вот, вернемся к практике цветы и птицы. В эти две недели мы предлагаем, как всегда у нас на практиках, определенные темы, референсы, и можно работать по ним, а можно делать что-то совсем свое. И мы предлагаем порисовать максимально разнообразно. Мы подумали, чего хочется на майские праздники. Ну, праздника хочется. Феерия, разнообразие, лето впереди. И будем рисовать лихо, быстро, вдумчиво, медленно, ярко, сдержанно. То есть зайдем с самых-самых разных сторон. Самое главное, что это будет не унылое, одинаковое воспроизведение того, что я умею, а это все время будет такое. Ух ты, а еще так можно было, и так можно было. И рисовать будем что-то красивое. Цветы и птиц. Мы предложим не только разные подходы, но и покажем несколько техник и исполнительских приемов в разных материалах. Марина, может быть, вы сейчас что-то добавите, а я хочу поделиться своим экраном и вывести на него тему. Я хотела добавить вдохновляющий такой момент. У нас, нам часто студенты задают вопрос, а как рисовать оригинальное, или а как сделать собственный проект, а как придумать идею собственного проекта. И у нас, в общем, на этом удивительным образом такой общий ответ такой. Вообще говоря, все идеи, все новое, все оригинальное, все неожиданное приходит к нам, когда мы просто начинаем что-то делать. Вот мы покатили эту тележку, и тут мимо нас поехал пейзаж, и мы начинаем видеть что-то новое, замечать не стоит самое, скажем так, непродуктивное и неудачное. Это просто ничего не делать и ждать, когда придет вдохновение. Но когда мы хотя бы что-то делаем, просто там вводим карандашиком по бумаге, или смотрим на чужие рисунки, или задумываемся, а как бы я раскрыл эту тему, даже если я при этом ничего не рисую, это постепенно дает опыт таких размышлений, и, несомненно, эти зерна рождают свое собственное, свои идеи, свои проекты. Идеи складываются в проекты, проекты складываются в какие-то направления, желание куда-то двигаться, понимание, чего не хватает. То есть движение – это жизнь, и мы предлагаем движение. Точно. И я только хочу добавить, есть вариант еще хуже, чем вы предложили. Можно не просто сидеть и ждать, пока придет вдохновение, а сидеть, ждать, пока придет вдохновение, и поедать себя поедом, что «а я сегодня ничего не сделала, а вот коллеги выложили три картинки, а я ничего не выложила, а я должна, а соберись тряпка». Вот, есть еще хуже вариант. Да, но мы туда, мы наоборот. Мы вот из этих темных глубин туда, к свету, где все хорошо, где мне очень нравится этот образ. Там, где нам не надо себя мотивировать рисовать, а там, где нам нужно себя с трудом сдерживать, чтобы что-то еще кроме рисования помещалось. Точно. А пока у меня на экране были, и у вас на экранах, было расписание и тема наших Zoom-встреч, которые будут начинаться в 8 вечера по Москве. Вот, можно посмотреть как раз на те самые разные подходы и техники, которые мы предлагаем. И уже те, кто записался, несколько человек задали нам вопрос, а что же делать, если у меня там нет возможности купить материал, например, для диотипа или для маслопомеловки. Да ничего страшного, просто порисовать другой техники. То есть, если у вас нет возможности, в какой-то раз возможности или желания знакомиться с техникой, которую мы предлагаем, ну, классно, не знакомьтесь, просто рисуйте цветы и птиц или что вы хотите, любым другим материалом. Советуем все-таки, чем можно заменить, чтобы было похоже почти так, если хочется, но реально нет возможности. Но никто никого не заставляет. То есть, все пишут маслом, я хочу вырезать из картона. А Наташа вышивает. А Наташа вышивает. Выглядит это как-то так. Как, собственно, проходит курс практика? Вы пишете заявку, оплачиваете, получаете от нас письмо со всеми инструкциями по оплате, оплачиваете, оплачиваете на карту Сбера, если вы в России, или на PayPal, если вы за рубежом. И мы добавляем вас в Telegram-чат. И дальше вся работа происходит в Telegram-чате. Вот обычный Telegram-чат, все знают, как он выглядит. И что, собственно, происходит в Telegram-чате? Туда все выкладывают, все, кто хочет, выкладывают свои работы, сделанные на Zoom-ах или вне Zoom-ов самостоятельно, делятся своими наблюдениями, задают вопросы. Например, последний раз на практике размер имеет значение, у нас было горячее обсуждение, кто как обходится с продлением лицензии на продукты Adop. То есть вопросы могут быть совершенно любые. Обмениваются впечатлениями, рассказывают, как у них дела, и прочее, прочее. В общем, обычно нормальный Telegram-чат. И, судя по отзывам, это все работает хорошо, всем понравилось, качество изображения устраивает, общение радует и все прочее. И мы пишем в Telegram-чат, мы с Мариной, какие материалы нужно подготовить к конкретному Zoom-у, и выкладываем ссылку на Zoom. Zoom-ы начинаются в 8 вечера по Москве. Они обычно длятся час-полтора. И во время Zoom-ов мы совместно рисуем. Для тех, кто не успевает или не может по любым причинам прийти на Zoom, мы делаем запись и потом выкладываем ссылку на запись в тот же вечер в чат, чтобы кто хочет, мог посмотреть и попрактиковаться. На последней практике у нас, кстати, сложился творческий дуэт, который созванивался по Zoom-ам самостоятельно и повторял упражнения, практиковался по своим референсам. То есть это хорошая возможность организовать еще и какую-то свою рабочую среду. Например, не успел прийти на Zoom наш с Мариной на практике. Отлично, устраиваем Zoom, на котором мы совместно смотрим запись и рисуем, и поддерживаем друг друга. Так что возможно что-то есть. Это особенно хорошо работает у тех, для кого сильно разница во времени довольно сильная. Мы каждому Zoom мы предлагаем тему и даем к ней минимальный комментарий. Как это может выглядеть? Например, сегодня мы рисуем на большом формате и начинаем с того, что осваиваем и закрашиваем всю поверхность. Поехали. Кажется, что это очень маленькая инструкция, но на самом деле все вот эти много слов вокруг рисования чаще всего это просто вода. А реальных объяснений требуется очень мало. И очень многие вещи ты можешь сделать и открыть, исследовать сам. Главное просто начать и попробовать. То есть это инструкция уровня там. Потому что рисование это то, что мы понимаем руками в первую очередь. Да. Сначала руки. Поэтому короткие инструкции на 10 минут. То есть вот эти ближайшие 10 минут мы делаем это. На следующие 20 минут мы делаем вот это. Помогают вести работу, помогают не распыляться и при этом все пропускать через свои руки, не через какие-то теоретические лекции. Это возможно по запросу. Но если это какая-то работа, предполагающая этапность и последовательность действий, то мы, конечно, озвучиваем и озвучиваем эту последовательность и по ходу дела обсуждаем, что получается классно, где проблемы, задаем любые вопросы, отвечаем на них. То есть обычно мы уходим рисовать там на 10-20 минут, потом все встречаемся, показываем работу в камеру и смотрим, что выходит. Мы готовим референсы и что-то из референсов показываем на зуме, а что-то даем потом как ссылку на папку, чтобы, если у вас нет сил на размышления, чтобы мне порисовать и нет идей, чтобы вы могли воспользоваться нашими референсами. А не хотите, конечно же, рисуйте что-то свое. Референсы мы стараемся подбирать утешные, скажу я так, чтобы было приятно. И вот пример такой практики, вот, например, пара фотореференсов с какими-то большими деревьями и вот, что получилось во время практики у некоторых участников. Тема была рисование на большом, непривычно, большом для себя размере. И мы видим какое-то совершенно замечательное разнообразие подходов, приемов, изобразительных решений. И в этом лично для меня, как для участницы практики, самый кайф, потому что я очень люблю разнообразие, очень люблю. И терпеть не могу, когда все прям под копирку, потому что мне становится скучно. И так как ограничения на практике минимальны, в данном случае ограничения это рисование на большом размере, ограничение это размер, то мы видим такое разнообразие вариантов, а что можно с этим сделать, а в ком ключе подойти к задаче, какие материалы можно использовать. И происходит такое перекрестное опыление в чате, все задают друг другу вопросики, ой, а как же вы это сделали? И выясняется, что кто-то царапал фактуру вилкой, кто-то там работал по грунту, и все эти решения приходят спонтанно и тут же бросаются в общее пространство и все о них узнают и тоже хочется так же и в следующий раз пробуют им применять. То есть практика устроена вот так. После окончания зума кто хочет выкладывает работы в чат, задает вопросы, если хочет, и можно получить комментарии ведущих практики, наш с Мариной, или комментарии коллег. Так проходят наши практики. Марина, а я что-то забыла? Есть ли что добавить? Я хочу просто поделиться личным опытом, при том, что я, в общем, рисую довольно много с рабочей точки зрения. Я фанатичный и восторженный участник этих практик, потому что именно вот этих безответственных, безмятежных рисований, потому что здесь на меня не давляет никакой внутренний критик, у меня нет никаких обязательств по рисованию чего-то сверхкачественного, и я могу себе позволить поисследовать с одной стороны. С другой стороны, меня дисциплинирует то, что мы это делаем вместе, в Zoom надо выйти, и поэтому в результате у меня накапливается огромное количество экспериментов, завершенных работ на совершенно неожиданные темы, которые я сама бы, может быть, отложила на потом, потому что они какие-нибудь недостаточно великие, или, может, не сильно актуальны, или не нужны для работы. И меня это очень наслаждает, что они просто копятся, и в них можно потом нырять как в дневник или как источник идей. И теплая атмосфера, которая там всегда на практике, тоже меня очень согревает. Приходите, коллектив очень приятно. Да, а для меня ценность практик, как для участницы, ценность практик в том, что я потихонечку, потихонечку заканчиваю свои работы, потому что я обычно склонна задумывать какие-то большие проекты, и как к любому большому мне сложно подступиться. Я начинаю думать, боже, на это надо столько времени, у меня нет столько времени, у меня нет столько сил, я устаю. И, ну, что мы делаем? Мы не начинаем в таких мыслях и впадаем в черную тоску. А тут, ну, вот практика, вот я все равно сюда пришла, у меня есть сколько-то времени. Да, проект здоровый, но я вот сейчас пока там все деревья красят, я сейчас поищу, вот отберу фотографии, по которой я буду делать будущую работу. Вот один день я просто перебрала фотографии. Пока все рисовали, я разобрала фотографии. На другой день я думаю, ну, да, все сделали, а я вроде ничего не сделала, сейчас я нарисую эскизи. Вот классно, нарисовала эскизик, а в третий раз смотрю, что-то эскизик кривой, дай-ка я его проверю и там поправлю. Поправила, а потом внезапно две недели у тебя законченная работа. Хотя казалось, каждый раз ты ничего, ну, ничего не делаешь, все там красят, а ты что-то там помаленьку-помаленьку. Но вот это помаленьку-помаленьку, вот эта вот регулярность, она очень легко и незаметно для меня приводит к законченной работе. И в этом очень большая ценность практики, что это не такой трудовой подвиг, сейчас я потружусь, сейчас я к дедлайну выкачу, значит, готовую вещь, а как-то я сама не замечаю, как так выходит, ну, раз, и у меня готовая работа. Вот. С другой стороны, есть еще такой интересный момент по поводу разнообразия, что по факту двухнедельная практика это где-то шесть, пять-шесть зумов. Это пять-шесть зумов, это пять-шесть отдельных разных тем, и это значит, что, ну, вот две недели набраны достаточно разнообразные материалы, и было над чем подумать, и это не такое достаточно активное продвижение с точки зрения всяких экспериментов. В общем, каждый найдет что-то для себя. Мне очевиден следующий общий момент, что такие курсы практики это прекрасная профилактика творческого выгорания. И мы приглашаем вас еще раз присоединиться, выложим в комментарии ссылку на запись, и напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Безмятежное рисование», ссылка на него тоже будет внизу. Мы начинаем практику 2 мая открытым занятием. Можно будет просто прийти в зум и посмотреть, как все устроено, а для тех, кто уже твердо решил, что он точно хочет к нам в нашу компанию рисовать цветы птиц или что угодно прекрасное на майских праздниках, то, пожалуйста, заполняйте заявку и присоединяйтесь. Петна наконец-то наступила. Давайте и мы тоже к ней присоединимся. пока.